Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я, Екатерина Стихина и обзор азиатской сессии от 5 мая. Компания падения банков в Соединенных Штатах, похоже, набирает новые обороты. С вечера среды, когда вышло решение ФРС по ставке, акции PQS упали уже почти на 51%. Бум распродаж перешел и на другие региональные банки. Например, цена активов Zions Bank Corporation просила на 12%, а Western Alliance на 38%. Стресс на Уолл-стрит не мог не повлиять на рынки и валюты Азиатско-Тихоокеанского региона. Давайте посмотрим, как торговался этот регион в начале пятницы. Итак, биржи Японии сегодня остаются закрытыми на праздничные каникулы, поэтому их реакция на события в Соединенных Штатах, если и проявится, то с опозданием и только уже в начале следующей торговой недели. Рынки стран антиподов обычно подхватывают настроение Уолл-стрит накануне и продолжают торговаться в этом тренде до выхода новой статистики или же других событий. И таким событием сегодня стал отчет о производственной активности в Китае. Похожие надежды второй экономики мира на быстрое восстановление оказались несколько преувеличены. Как показали опубликованные данные, сводный PMI Китая упал в апреле до трехмесячного минимума. На фоне проблем на рынке китайской недвижимости и опасения глобального замедления экономики, производство в Китае снижается уже третий месяц подряд. Ввиду того, что страна является крупнейшим в мире импортером сырой нефти, ее потребности в этом сырье тоже падают и, как следствие, еще больше ослабляют мировой спрос на нефть и ее цены. Продолжает падать в начале пятницы и доллар США. Его цена по индексу корзине валют G6 снизилась на торгах ВАЗе в области отметки 101.20. Позавчера и вчера по нему проехались с повышением ставки сразу двух ведущих центральных банков мира. И ни то, ни другое не пошло на пользу американцу. Ставка Федрезерва США поднялась на четверть пункта, но такой размер ее повышения доллар уже учел в своей цене ранее. Причем даже возможную маленькую победу на росте ФРС у доллара отнял возродившийся в США банковский кризис. Вчерашнее решение Центробанка Еврозоны о повышении ставки также на четверть пункта сработало все же в пользу евро. Единая европейская валюта в корзине доллара США занимает более 50% поэтому ее рост оказался и на позициях американца очень болезненно. Индекс доллара торгуется сегодня на понижении внутри ценового диапазона между отметками 101.10 и 101.40 и готовится завершить уходящую неделю в минусе. Это тем более вероятно, что на фоне стрессовой ситуации в банковской системе США и угрозы рецессии на рынках усиливаются ожидания паузы в политике ФРС. Для японской иены эта же ситуация срабатывает зеркально наоборот. Опасения по поводу рецессии и обвала очередных региональных банков США поднимают спрос на безопасные активы. На этих настроениях японское иеноубежище стабильно движется к завершению недели на внушительном плюсе. В начале пятницы ее курс к доллару США укрепился до отметки 134 иены за доллар, а перспективы возможной паузы в политике американского Центробанка и отказ японского регулятора от безусловного сохранения сверхмягких настройок в будущем придают иене дополнительный бонус. Возможно, сейчас, когда в экономическом море зарождается буря, позиция Банка Японии – стоять на якоре и ничего не предпринимать – это как раз то, что требуется для сильной иены. Ее цена укрепляется к слабеющему американцу уже четвертый день подряд. В азиатскую сессию пара продолжала торговаться на подвижении внутри дневного диапазона 133,90 и 134,30. Цена австралийского доллара тоже продолжила рост. В результате пятидневного восходящего тренда она обновилась до двухнедельных максимальных значений и даже протестировала круглую отметку 0,6400. При этом падение фондовых индексов США, на которые ОЗИ обычно реагирует аналогично, было компенсировано ястребиной позиции резервного банка Австралии. На слабом курсе доллара США и пессимистичных прогнозах в ожидании Non-Farm Payrolls австралиец и сегодня сумел удержать импульс роста, закрепившись в азиатскую сессию на уровне котировки 0,6726. Причем технически его курс к доллару США привел линию сопротивления середины февраля 0,6725 в статус уровня поддержки. Самый сильный импульс роста за три недели поднимает цену ОЗИ дальше по дневному диапазону 0,6692-0,6746. Курс новозеландского доллара тоже проходит в зеленом ценовом коридоре 0,6277 и 0,6316. Теперь все внимание рынков снова направлено на Соединенные Штаты. Отчет Non-Farm Payrolls обновит картину роста или падения американской экономики. Поэтому на ожидании курса Киви к доллару США показал некоторые признаки консолидации на торгах в Азии. Киви держался на уровне 0,6295. Азиатская сессия подошла к концу, но главные события этого дня, а возможно даже и месяца, еще впереди. Подключайтесь к нашим выпускам регулярно и получайте актуальную информацию, необходимую для вашей торговли от команды группы компании Instaforex. Желаем вам, уважаемые трейдеры, быстрой пятницы, хороших прибылей и до встречи в наших следующих выпусках. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова